Здравствуйте, меня зовут Милена Меди, я родилась в Крыму и в этом блоге рассказываю о событиях, которые происходят у меня дома на родном полуострове. Поехали! Запасов питьевой воды для Большой Ялты осталось на два месяца. В подконтрольной Кремлю администрации города сообщают, что в Загорском водохранилище сейчас 1 миллион 800 тысяч кубометров воды, но для использования пригодны только 43 тысячи. Остальное это мертвые объемы, трогать которые нельзя. Что касается Счастливинского водохранилища, там больше 2,5 миллионов кубометров воды, но для использования доступны 2 миллиона. Так что власти делают большие ставки на таяние снегов. В притоке 14 тысяч за сутки в Загорское водохранилище, 62 тысяча в Счастливинское. По расчетам Ялтинского водоканала запас воды в снеге, это прогнозируемый запас, который мы, дай бог, получим по природным условиям. 1 миллион 800 тысяч и 520 тысяч в Счастливинском водохранилище. При расчетах средний подъем воды сегодня составляет 36 тысяч 910 метров кубических полезного объема именно из водохранилищ. По расчетам осталось на 2 месяца. Пока ситуацию спасают притоки в реке Кастабаш и Учкош, а также Массандровский водопад. Запасы скважины в Форосе, вода из которой в том числе питает Ялту, уже иссякают. Если раньше скважина давала 1100 кубометров воды, то теперь в два раза меньше. Поэтому запустили еще одну, чтобы компенсировать убыток. А теперь об Алуште. Выяснилось, что город потребляет в два раза больше воды, чем получает из притоков. Российская глава администрации Алушты сообщила об этом на странице Facebook. Объем изобильнинского водохранилища на сегодняшний день 2 миллиона 640 тысяч кубических метров. Приток составляет около 10 тысяч кубометров в сутки, расход 20 тысяч кубометров в сутки. На графике подачи воды находится 11 населенных пунктов Алуштинского региона. Зафиксированы факты вмешательства в работу предприятия. А именно в селе Нижняя Кутузовка из-за самовольной регулировки абонентами задвижки вытекло 100 кубов воды. А также выявлена утечка у абонента – 200 кубов воды за полмесяца. Как в Алуште собираются решать проблему с большим потреблением и низкими притоками – неизвестно. Только попросили жителей беречь воду. А с незаконными врезками и утечками в водопроводах теперь начнут борьбу две лаборатории на колесах. Вот так они выглядят. Это переоборудованные Ford Transit, которые с помощью роботизированной системы будут обследовать трубы, находить износы, повреждения и врезки. В составе бригады два инженера – слесарь и водитель. Внутри автомобиля рабочее место с противоударным и влагозащищенным ноутбуком, который позволяет обрабатывать полученные с приборов данные и вести рабочую документацию. Одна имеет робота и плавучую платформу, которая позволяет плавать нам даже по дождевой канализации, находить все и вся. Длина телескопа у нас 200 метров, то есть от колодца до колодца мы всегда пройдем. Персонал был обучен специалистами, которые, ну вот видите, там стоит на колесе, как телеглаз, который будет ездить по трубам большого диаметра и все это дело обследовать. Оборудование не дешевое. Сколько именно стоит, нам не говорят. Но, по словам гендиректора воды Крыма, техника дорогущая. Так что чиновники надеются, что затраты она оправдает. Владельцев неоформленных врезок в водопроводную систему предупреждают – спрятаться от такой махины не удастся. Как там, кто не спрятался, я не виноват. Я предупреждаю. Поэтому работа эта уже нами ведется. Автомобили уже вышли на маршруты и для жителей крымских городов будут частым зрелищем. Даже в выходные дни. Дорогущая машина, она просто не имеет права стоять. Так вот, есть хорошее, есть плохое. Если я раньше держал и вам докладывал, что переходящих утечек на утро у нас порядка 10, 11 и 13, то на момент нашего штаба у нас их 23. Мы не стали работать хуже, больше сохрани. Просто эта инспекция обнаружила за 4 дня еще 12 утечек, которые традиционным месяцем просто никогда нельзя было обнаружить. Никогда. Действительно ли такая техника поможет сохранить малочисленные запасы воды в Крыму и как все же будут спасать Южный берег от дефицита, скоро узнаем. Я продолжаю следить за этой темой и держать вас в курсе крымских событий. Меня зовут Милена Медеда, телеканал Дом. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал YouTube. И обязательно делитесь с нами тем, что происходит у вас дома. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!